Начинается программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметалин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии заместитель секретаря общественной палаты Кировской области, директор Кировского центра поддержки некоммерческих организаций Олег Качев. Добрый день. Добрый день. Напоминаю, что на сайте Кирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, если вы являетесь завсегдатаем нашего сайта, то вы прекрасно знаете о том, что есть там специальная форма для того, чтобы задать вопрос гостю особого мнения. Такая возможность у вас в течение передачи есть. Ну и кроме того, и программа «Особое мнение», и ее аудио, и видеозапись позже появляется на сайте Кирова.ру, как и, собственно, запись других наших программ. Буквально несколько минут назад в этой студии был секретарь общественной палаты Кировской области Андрей Усенко. Он говорил о состоянии, вернее, о проекте доклада «Состояние гражданского общества» в 2014 году по сравнению с 2013-го, на ваш взгляд. Что происходит с пиротанским обществом? Какие-то реальные объективные процессы? Есть ли улучшения? Ну, вы знаете, то, что происходит реально в обществе, меня откровенно радует. Меня радует то, что появляются самостоятельные инициативные группы граждан, самостоятельные организации, которые четко и внятно излагают свою позицию и предлагают какие-то пути их решения. Они сами по себе вот такие правильные, молодцы. Их никто не подсказывал, никто не направлял. Ну, да, это и радует. Радует то, что эти группы, они появляются. В принципе, это те же самые люди, которые жили с нами на протяжении многих лет. Просто последние пару лет люди озадачились теми вопросами, на которые раньше, может быть, не обращали внимания. И стали более смелее излагать свою позицию, объединяться. Стали предпринимать какие-то усилия для того, чтобы улучшить то место, где живут. Там свой город, свой регион. Не все безоблачно, не все прекрасно. Но меня радует то, что общество движется в этом направлении. Ну и общественная полоса тот самый орган, где, собственно, можно получить поддержку. Ну, собственно говоря, мы именно и первый созыв палаты, и второй, и я надеюсь, что и третий, целенаправленно к этому всегда и вели, и подсказывали, и консультировали, и где-то вытаскивали, где-то стимулировали, поощряли. И всегда радовались, когда кто-то начинает самостоятельно, даже без общественной палаты. Именно это то, что мы и хотели. А те проблемы, которые тормозят этот процесс, проблемы, которые новые, или которые из раза в раз повторяются, что это? Ну, вы знаете, у нас, я не знаю, наверное, очень специфическая страна. У нас все процессы максимально забюрократизированы. И, конечно, чтобы любое действие сделать по-правильному, то есть необходимо пройти кучу бумажной работы, лакиты, то есть согласования и прочее, прочее. Это, конечно, дико утомляет. В законодательной неразберихе есть и противоречащие друг другу законы, есть какие-то неотрегулированные законодательные зоны, есть сон контролирующих органов государственных. Продраться через все это и сделать что-то реальное простому человеку весьма сложно. Однако такие люди находятся, и примеров там масса. А государство все-таки не пойдет как-то навстречу? Однажды ведь сигналы поступают? Государство тоже меняется. Государство идет навстречу, если не всем инициативам, то многим. То есть формально государство не отрицает. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. И формально не отрицая, и даже одной рукой приветствуют какие-то процессы, идущие в обществе, другой рукой осложняется то же самое. То есть усиливаются требования по отчетности для зарегистрированных организаций некоммерческих, усиливается работа по работе формализации тех инициативных групп, усложняются процедурные правила, вхождение с какими-то вещами. Да, конечно, необходимо и усложнять, и диверсифицировать какую-то работу, прописывать новое правило. Ну, вот это такой вечный процесс. То есть в нем не бывает какой-то финальной точки, что вот один раз все сделали, все по-правильному, и все заработал, и начинаем жить в раю. То есть такого не бывает. То есть люди постоянно меняются, общество меняется, государство меняется, власть меняется, там появляются какие-то новые идеи, различные группы интересов, там меняются местами, там меняются интересы, меняются вкусы людей, вот, люди начинают востребовать что-то иное, вот, подо что не прописаны там правила. Ну, это вечный процесс. Сейчас я произнесу вам слово сочетание, и многим станет понятно, о чем речь. Народный сход. Народный сход, который сегодня пройдет в Парке Победы. Начало в 19.00. Название «Народный сход» получил за сохранение парков города. Сегодня мы тоже в рамках дневного разворота немножко об этом говорили. С нами на связь выходил один из организаторов этого схода, этого мероприятия, и руководителя рекордерения партии «Яблоко», Дмитрий Махнев, он сказал о том, что уже более 5 тысяч подписей собрано за то, чтобы не застраивались наши парки городские. Подписи будут еще, и вот одно из требований, которое сегодня в рамках народного схода будет озвучено, это возвращение вот тому самому проданному участку, 4 с лишним гектара, возвращение этому участку статуса все-таки парковый зон. Как вы взираете на это мероприятие, на его смысл и на то, сможет ли это действительно изменить что-то? Сложно предполагать, сможет или не сможет изменить, но как минимум попытка, попытка очень позитивная, то есть не так часто ранее у нас проводились подобного рода мероприятия. Вот именно народные сходы. Но если не ошибаюсь, в последний раз это вот с парком дворца пионеров было связано, да, со строительством, кстати. То есть вот те инициаторы, те инициативные группы, те заинтересованные люди, которые этим занимаются, они растут, они изучают, как это можно сделать. Я надеюсь, что у них все получится, по крайней мере... Получится-то что именно? Ну, как минимум, мне хотелось бы, чтобы все заинтересованные люди получили прямой и однозначный ответ по ситуации, сложившейся с документацией, с процедурой выделения земли, потому что найденные документы, то есть те решения городской администрации, которые, мягко говоря, непонятны. По крайней мере, органы местного самоуправления, которые отвечали за все эти процедуры, они должны объяснить, они должны объяснить, как минимум, суть вот тех документов, почему они противоречны. Может быть, там и нет противоречия, но, скорее всего, оно есть, оно явно бросается в глаза. Может быть, мы чего-то не понимаем, но складывается ощущение, что мы-то все понимаем. Нам просто не хотят это объяснять. Даже если подобным мероприятием будет достигнуто какое-то более мощное взбодрение органов местного самоуправления в том плане, что так делать нельзя, так непрозрачно, так непонятно, то это будет колоссальный плюс. Отменятся там сами решения или не отменятся там эти решения, я думаю, что одним мероприятием это не решается. Здесь необходимо дожидаться и решений, в том числе контрольных органов, судебных органов, сверять документы. То есть, мне кажется, что это более длительный процесс. Но позвать на обсуждение и это обсудить, мне интересно, хватит смелости у чиновников или не хватит прийти и объяснить. А что это было? Ну, можно прийти и не то чтобы объяснить, а делать с какими-то общими фразами, что-то пообещать, сказать, что не все так плохо, мы развиваем, мы садим эти деревья. Да это Бог, если придут. Да это Бог, если предложат какие-то там еще варианты решения проблемы с конкретным объектом. Если предлагаемые какие-то варианты, если они вообще будут предложены по урегулированию ситуации, устроят собравшиеся, то, ну, значит, устроят. Если не устроят, то процесс будет продолжаться. А вам не кажется несколько забавным это требование, требование перевести обратно в парковую зону этот проданный участок, когда у него уже есть собственник? И, собственно, он может все что угодно делать? На самом деле ничего забавного нет. На самом деле все это грустно. Когда постфактум мы узнаем, что так же было и по другим объектам, вдруг начинается строительство, приезжает там строительная техника, начинают рыть котлован, люди начинают задавать вопросы, и вдруг появляется информация, что это было продано сколько-то лет назад, а это решение было принято в соответствии с законом. Вроде как бы на бумаге все гладко складывается, ну или почти гладко, вроде как бы органы, у которых было в полномочиях принимать подобное решение, они приняли эти решения, но это явно не то, чего ожидают жители города. И явно не тот стиль проведения внутригородской политики, который был бы востребован самими жителями. Вот не за это люди голосовали на выборах представительных и органов власти, и органов местного самонаправления. Не за этот стиль в городостроительной политике. Решения, да, решения там могут приниматься разные, и понятно, что есть конфликт интересов, то есть есть группа интересов, есть интересы застройщиков, которых интересует развитие своего бизнеса. Да, это в том числе и рабочие места, и занятость, и новые квадратные метры для города, но есть и интересы других людей, там окружающих жителей. Задача администрации сбалансировать эти интересы, находить там разумные, оптимальные решения, так, чтобы всем было удобно, и все были выигрыши. Если администрация не может найти баланс интересов, и проводить это максимально публично, открыто и честно, ну, не знаю, то есть тогда это пища для размышлений жителям, то есть какую власть они выбирают. У Кировской администрации, что касается того участка, я думаю, сколько победы, Кировская администрация у нас в последнее время уверяет, что никаких там разрешений на строительство пока не поступало, ничего не планируется, но все-таки после возведения многоэтажек там начнется. Как это все воспринимается? Вот полное игнорирование интересов там жителей, да, это это нехорошо, неправильно, это за гранью добра и зла. Однако, с другой стороны, надо отдавать себе отчет, что есть право собственности, если это право собственности возникло в результате законных действий, то закон должен защищать, даже несмотря на то, что это становится неудобным другим жителям. Если общественное мнение против. Да, даже если общественное мнение против. То есть всегда идти на поводу только лишь одного общественного мнения, то есть в истории было масса примеров, когда это кончалось не очень хорошо. Хаос может возникнуть. То есть вопрос баланса интересов. И баланс интересов, мне кажется, это мое личное мнение, это в честной, открытой политике. То есть не замалчивать информацию, не замалчивать решения, предварительно эти решения перед тем, как принять, обсуждать с возможно более широким кругом интересантов. И принимать решения окончательно, да, уже выслушав все аргументы, брать на себя ответственность за принятое решение, объяснять, почему мы решили все-таки сделать так и так. Ну, и в тех случаях, когда это возможно, а я думаю, что это возможно в большинстве случаев, предлагать какие-то дополнительные меры компенсаторные, если говорим о парковой зоне и о сужении парковой зоны, то предлагают, что хорошо, мы решили, мы взяли на себя ответственность, приняли решение, что здесь разрешаем строить вот это-то, это-то, но с другой стороны этого парка увеличиваем эту парковую зону на адекватное количество там квадратных метров, вкладываемся там зеленые насаждения, то есть чтобы людям было понятно, что это не просто построить одну свечку и на этом все закончится, то есть парковая зона сузится, а то, что можно будет куда-то прийти с детьми, погулять, что станет еще лучше. Еще о парковых зонах хотелось бы продолжить, накануне буквально стало известно о том, что парки-скверы областного центра перейдут в непосредственное ведение тир управления городской администрации, будет создана концепция их развития, будет осуществляться пристальный контроль, вот честно признаюсь, до сего момента у меня не было ощущения, что с нашими парками происходит что-то не так, ну, в плане, уже не в плане застройки, да, этих зеленых зон, люди ходят, гуляют, там что-то функционируют, работает, вот вам не кажется, что такая контроль со стороны чиновников это еще шаг в сторону того, что администрация в своем усмотрении будет распоряжаться этими зонами. Ну, как, то есть, в любом случае за дела в городе отвечала городская администрация, у нее есть там структурное подразделение, там, в виде территориальных управлений, вот, как они там между собой передадут полномочия в плане ведения этой ответственности, кто конкретно, там, непосредственно, какой именно, там, муниципальный служащий будет непосредственно ходить и там проверять, что происходит вот на конкретной точке, вот, для меня, как для жителя города, не суд, там, принципиально. Вот, важно, чтобы, там, те решения, которые когда-то, там, зафиксированы, там, с которыми, там, более-менее, там, согласились, там, в рамках закона, да, то есть, если, на градостроительном совете, там, ну, принятые решения, вот, важно, чтобы они исполнялись, не отрицались, что, там, этих решений не было, там, или, там, что-то по ходу пьесы разрешали одним, потом передали другим, вот, то есть, ну, это непонятные действия, вот, кто вот эти действия будет производить, непосредственно, администрация города, или, сейчас к этому присоединяться, там, территориальное управление, пока у меня такого понимания нет, вот, что вот эта вот реформа, там, с парковыми зонами, как она будет организована, то есть, организовать можно по-разному, если это усилит, если это усилит возможности этих парковых зон, там, по отдыху людей, вот, то я только приветствую, если повысится ответственность, если территориальное управление, там, начнет, там, более пристально, тщательно ее убирать, и следить, и ремонтировать, и прочее, прочее расширять, то вот как раз бы эти пункты вы включили в ту самую концепцию, знаете, да, да, если это для этого, то я могу приветствовать, если это, там, делегируется полномочия по решению, там, что с ними делать вообще, там, отчуждать, там, там, давать разрешение на строительство, то это бы, раздробление вот такой ответственности, это, конечно, это плохо, тогда, там, за каждым территориальным управлением не набегаешься, и непонятно, как это будет функционировать, там, в одном территориальном управлении принято так проводить слушание, там, публичное, в другом, всяк, вот, хотелось бы единообразия. Еще немного о строительстве, вернее, о точечной застройке, очередной прецедент, создан в городе, стало об этом известным широкой общественности, не без участия вашего коллеги по общественному палате, Николая Пехтина, я имею в виду стройку на Казанской 24, да, многие люди, занимающие определенные должности, считают, что вот эта стройка, это уже все, это уже загрань, переход, это абсолютно напротивательское отношение на всевозможные нормы, исторические, археологические, градостроительные, и так далее, и подобные, вы такой же точки зрения придерживались? Да, я придерживаюсь такой же точки зрения, то есть, ну, я ее, там, пытаюсь, там, для себя формулировать на основе, там, уже принятых решений, то есть, если были решения, там, по этажности, вот, данного микрорайона, по категоринности, вот, то эти решения, они должны соблюдаться, вот, как потом, все это меняется, там, без тех процедур, с которыми это принималось ранее, вот, это, ну, это странно, вот, как передается, там, право на застройку от одного застройщика к другому, как меняются, там, там, все смыслы, как проводятся, в том числе, процедуры по публичным слушаниям без, там, визуального, там, какого-то, там, плана, там, здания, а что же на этом будет, так, до конца и непонятно, на самом деле, что же там все-таки планируется, вот, и в каком виде. То есть, мне кажется, что это, ну, очень удовлетворительная работа, там, городской администрации. Вот еще один пример, вот еще один повод для народного схода. Ну, это звенья одной цепи, то есть, это, как бы, это, я так понимаю, что количество подобных, там, инцидентов, это, вот, которые мы наблюдали, там, за последние, там, два года, и, в том числе, вот это, да, это звенья одной цепи. То есть, это, как бы, все касается, там, застройки городской зоны, это борьба, там, интересов, ну, разных групп интересов. Чем это закончится? Мне бы хотелось, чтобы это закончилось, там, принятием каких-то единых правил, единого градостроительного плана, то есть, перспективного, чтобы было понятно, вот, где что может строиться, где что не может строиться, и процедур на уровне города, как должны проводиться эти решения, как они должны оформляться, чтобы эти процедуры были понятны горожанам, чтобы за ними можно было следить, и за нарушением, там, этих процедур, там, наступала ответственность. Бытует мнение, что, вот, если хотя бы одно такое незаконно построенное здание, в нашем городе, у них у нас масса, да, с огрехами, что называется, если бы оно было разрушено, то это бы было, такая была показательная опорка, неповадно бы было в следующий раз. Ну, разделяете эту точку зрения? И реально ли это вообще? Вот, насчет реальности я сомневаюсь, вот, в педагогической составляющей, там, такого действия я не сомневаюсь, то есть, если бы такое состоялось, то это был бы урок многим застройщикам, вот, которые надеются на то, что там уже вложены в городскую инфраструктуру, средства, достаточно большие средства, вот, ну, никто под бульдозер, там, закатывать не будет. А почему нереально? Нереально, это, вот, понимаете, как бы, когда речь идет о сотнях миллионах, там, вот, которые уже, там, вложены, и, там, ну, осталось, ну, не так много, там, для вложить, чтобы довести, основная часть работы сделана, вот, сносить это под бульдозер, это дополнительные расходы, которые, как бы, опять будут на ком, вот, и, в принципе, но, если это будет судебное решение, тогда застройщик должен быть? Ну, застройщик должен быть, но застройщики, они, они ведь тоже, как бы, это самое, не, не, я так понимаю, что подобное решение и обязательство по сносу, там, уже почти готового объекта, это почти гарантированное, там, банкротство застройщиков, ну, застройщики разные бывают, но, в основном, в среднем, так, если посмотреть на тех застройщиков, которые, там, в течение года делают, один, два, там, три объекта, снос одного из этих объектов, там, ну, очень мощно подкосит экономику этого застройщика, вот, и, вполне возможно, могут зависнуть, в том числе, и другие объекты, то есть, зависание оборотных средств, там, ну, колоссальные расходы, ну, и что, ну, и по делу, хватит, ну, вроде как бы, и по делу, вот, но в таком случае, можно спрогнозировать, да, то есть, можно, вот, этих последствий бояться, можно не бояться, но, мне кажется, что это, в том числе, отразится, тоже, и на обычных, там, там, добропорядочных граждан, которые, у этого же застройщика, вполне возможно, строят, там, какую-то свою квартиру, где-то в другом микрорайоне, там, на другом объекте, вот, будут недостроены эти объекты, вот, и нарушатся планы людей, то есть, ну, это, это будет шок для очень многих, это будет шок не только для разорившегося застройщика, вот, там, где фигурирует, там, подобная, там, сумма денег, там, связаны интересы, там, очень многих групп людей, и, в том числе, даже тех, которые и не подозревают, вот, и которые, может быть, даже и поддерживают, вот, эмоционально поддерживают, такие формы, но, когда это произойдет, пострадают очень многие, и не только, там, ретивый застройщик, который, не дожидаясь официальных разрешений, там, что-то строить, вот, и не смог это довести, там, до конца. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу, у нас середина часа, после которой еще продолжится особое мнение Олега Ткачева, заместителя секретаря общественной палаты Кировской области, директора Кировского центра поддержки НКО. Особое мнение на 101 ФМИ. И сегодня это особое мнение Олега Ткачева, заместителя секретаря общественной палаты Кировской области, директора Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Продолжаем еще одна тема. Пройдет буквально пару недель, вот уже меньше остается, и изменится структура правительства Кировской области. Как известно, в ней появится министерство. Один из плюсов, в частности, по словам заместителя председателя правительства Сергея Щерочкова, годовая экономия бюджета только по заработной плате чиновникам в областном правительстве составит более 30 миллионов рублей. Уже некоторые кандидатуры в качестве возможных и уже реальных глав министерств уже известны. Я думаю, что вы уже высказывались на эту тему, но все-таки министерство, министерская структура. Ну, мне немножко диковато слышать про министерство в нашем регионе. Мне казалось, что даже по названиям, просто само название шокирует. Во многих субъектах федерации оно давно, собственно, уже прижилось. Мне кажется, это какая-то просто игра в слова, в красивые статусы. Мне кажется, что не в словах должна быть суть. Укропление работы правительства по каким-то там ключевым направлениям, то есть вместо 30, 20, это можно приветствовать, но тут опять надо внимательно следить. То есть вообще опыт показывает в нашей стране, любая попытка оптимизировать и сократить количество чиновников выливается только в увеличение этих чиновников в среднем процентов на 30. То есть сколько, на моей памяти это было еще с советских времен, попыток как-то оптимизировать работу, все почему-то превращалось ровно в обратную, то есть только в увеличении количества. Бюрократическая машина разрастается? Бюрократическая машина разрастается, и вот это, наверное, особенность нашей страны. В сравнительных показателях с аппаратами управления в других странах, то есть там, где у нас тысячи чиновников работает по направлению, в примерно сопоставимых территориях, с примерно сопоставимой инфраструктурой, в других странах с этой работой справляются 50-60. Мне кажется, что здесь очень много идет от того, что подавляющее количество функций – это надзорные, контрольные, и функции содержания, собственно говоря, учреждений как таковых, бюджетных, подконтрольных, только лишь в государственных структурах. Если допустить, что саму полевую работу вместо бюджетных учреждений могут делать разные организации, разных форм собственности на контрактной основе, то остается только лишь распределять государственные задания на конкурсной основе или на какое-то еще, и контролировать выполнение этих государственных заданий в соответствии с техническим заданием. Опыт практически очень многих стран показывает, что это позволяет оптимизировать работу. То есть не содержать кучу чиновников, которые будут говорить, что нужно делать этим учреждениям, и ходить в режиме ручного управления, управлять этими учреждениями. А формулировать задания и распределять эти задания среди разных субъектов, уже действующих, и некоммерческих организаций, и организаций бизнеса. Опыт, перешедших из планово-советской экономики стран Восточной Европы на рыночные рельсы, он показывает, что оказывается, так можно, и оказывается, управленческие аппараты действительно можно сократить. Ну, ротация чиновничьих кадров в рамках всех этих изменений вроде как считается штукой положительной, и, как известно, ротация у нас будет. В частности, кто-то попадет в ранг министра, да, с нынешнего поста главы департамента, кто-то не попадет, ротация будет положительной, все-таки, вот эта новость, да. Или не факт, что будет еще положительной? Ротация всегда положительная. Важно тут, какие моменты. Новая структура правительства, да, это шанс обновить полномочия, перераспределить обязанности. Ну, не секрет то, что как бы длилось годами. Ну, те управленческие функции, тот функционал, который там записывался в нормативных документах для тех государственных органов, которые были, да, многое из этого там, ну, устаревает. Устаревает там с каждым днем. Вот. Обновлять это каждый день, ну, почему-то нет решимости. Хотя, по идее, хотелось бы, чтобы это обновление, в том числе и нормативной базы, там, происходило там постоянно, вот. Но это происходит не так часто. Такие кардинальные, там, структурные перестройки, там, с ликвидацией одного, там, и перераспределением полномочий, там, волей-неволей заставляют, как бы, многие нормативные документы писать с нуля для вновь создаваемых структур, вот, а не продлять, там, с какими-то косметическими поправками, там, старые нормативные документы. Ротация самих чиновников, то есть, это тоже полезная вещь, вот, но просто, как бы, там, пересаживание из одного в кресло в другое, в другое, это, ну, смысл в этом, там, в этом тоже есть смысл, но не настолько большой. Вопрос в том, какими полномочиями будут обладать, каким функционалом, какими обязанностями будут обладать, пересевшие, там, чиновники на новом месте. Вот, если это будет более, там, современно и более адекватно, там, окружающей, там, действительностью, да, то это можно только приветствовать. Вот, если это просто смена вывески, там, название должности, то, ну, в этом смысла нет. У нас остается немного времени, у меня есть еще парочка вопросов, связанных с экономикой, вопросов, соответственно, федерального масштаба. Как известно, на прошлой неделе в Государственную Думу был внесен законопроект, и соавтором этого законопроекта является один из депутатов Арктировской области, Сергей Доронин, законопроект о запрете рекламирования потребительских кредитов и займов. Автор законопроекта существующую ситуацию, сложившуюся ситуацию в этом отношении называют такой массовой социальной провокации, когда людям агрессивно, буквально, насильно, да, внушается то, что возьми кредит, и жизнь твоя улучшится, и абсолютно не говорится о том, что должна быть собственная расклада потом по этому кредиту, да. Сергей Александрович Доронин уточнил, что этот законопроект не касается микрофинансовых организаций, и зря. Зря что? Микрофинансовые организации в этом отношении будут жить дальше. По микрофинансовым организациям это отдельная история, то есть, насколько известно, Центробанк отозвал в массовом порядке много лицензий микрофинансовых организаций, в том числе это в основе Секировской области. Я придерживаюсь такого мнения вообще по сути законопроекта. Если есть какая-то услуга, разрешенная законом, то я не вижу причин ограничивать рекламу этой услуги. Или запрещать. Или запрещать, ограничивать, запрещать рекламу. Мы же понимаем, что суд-то как бы не в рекламе. Если не хороши правила по оказанию этой услуги, то надо дорабатывать эти правила. Чтобы не было массовой провокации, давайте дорабатывать, давайте как-то ужесточать требования. Если есть опасность того, что люди наберут потребительских кредитов и не смогут их отдать, значит, надо повышать требования к подобным займам, к подобным... Тем, кто берет. То есть, уже ставить условия получения. Да, уже ставить условия получения, чтобы не по одному-двум документам, а предоставлять какие-то гарантии того, что человек сможет это отдать. Чтобы на этапе взятия этого кредита человек более соизмерял, и у него проверялось, сможет ли он отдать. По поводу рекламы, мне кажется, это действие не очень продуктивное. И может быть даже популистское. Сам законопроект. Вполне возможно. То есть, если есть услуга, то почему ее нельзя рекламировать? Если эта услуга неправильная, то давайте тогда ее вообще не оказывать. Давайте тогда ее вообще запрещать как таковым. В настоящее время, по некоторым оценкам, общая задолженность россиян по кредитам составляет порядка 800 миллиардов рублей. И я, честно говоря, пока до конца не понимаю, какие изменения во всю эту систему внесет тот самый закон о банкротстве физических лиц. Который, кстати, по последним сообщениям, может вступить в силу не с 1 июля, как планировалось раньше, а с 1 октября. Ну, трудно пока что предполагать. Вы знаете, тут основной смысл заключается в том, что есть цифры, сколько там кто-то должен. Вопрос ведь не в том, какая это общая цифра. Вопрос, как это отражается на общей экономике. Ну, если внимательно так посмотреть, то на самом деле в большинстве случаев никто даже и не рассчитывает, что эти долги будут взысканы. Их надо как-то реструктуризировать, а может быть часть из них списать. Банки не согласятся? Нет, тут в том числе, мне кажется, и банки могут согласиться, потому что пока это называется долгом, они обязаны ходить за этим человеком, и невозможность списать это получается, что у банка вроде это имущество как бы должно быть. Ну, я вот очень утрированно говорю, да. Но ничего поделать он с этим не может. Не взыскать, не списать. То есть нет процедуры как бы списания. Очиститься от лишних каких-то долговых обязательств, невзыскиваемых, ну, нет процедуры. А в итоге как бы активы, пассивы банка, они рассчитываются немножко по другой схеме, и они не могут принимать участие, когда у них накоплено каких-то невзыскиваемых обязательств, они не могут принять участие в каких-то других вещах, которые для них важно идти вперед, развиваться, брать какие-то заемные средства. То есть сбросить балласт? Да, сбросить балласт. На самом деле, в истории экономики так постоянно поступают, так делают. Разумеется, не для всех, разумеется, не общей гребенкой для всех, не просто всем простить, и как бы все свободны. Разумеется, через муторные, опять же, процедуры, для ограниченного количества, то есть кто пройдет через эти процедуры, удовлетворит требованиям и прочее, прочее. Разумеется, все, что можно взыскать, попытаются взыскать. Разумеется, что отдельному человеку сложнее будет пройти через эту процедуру банкротства и очиститься от долгов, чем найти средства для погашения этого долга. Я прошу прощения, у нас завершается, истекает наше время, время особого мнения. Я благодарю гостя Олег Ткачев, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области, директор Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Спасибо, до новых встреч. Спасибо.